Конституционное образование формирует неравенство на экзаменах. Вот смотрите, я учащийся города Москвы. Я с сентября месяца не посещаю школу. В Подмосковье все учатся. Почему? Ответьте мне на простой вопрос. Что будет на едином государственном экзамене, который мне, вот как ученику, по-любому сдавать? Просто кто-то будет готов лучше, а кто-то хуже. Только поступать нам в одни и те же вузы. И конкурс один и той же для всех. Значит, следующий момент. Хочу задать такой вопрос. Значит, кто ответит за то, что на уроках появляются посторонние лица, которые в интернете получили название пранкеров, показывают нецензурный, порнографический и эротический контент? Вот представьте, что происходит с психикой ребенка. Когда на экран выводится вот эта пошлятина. Это издевательство над учителем. В прямом смысле насилие. Голову бы оторвал тому, кто заходит на уроки и вот такое творит. Зачем далеко ходить? Вот говорят, что не упало качество образования. Друзья, ВПР 2020 год. У нас путают Сталина с Гитлером. У нас не могут дать определение плану Барбаросса. То есть абсолютно то, что должно быть на подкорке у каждого человека, сегодня дети этого не знают. ВПР написали чудовищно. И, значит, хочу сразу сказать, результаты были в открытом доступе. ЕГЭ-2020 было чудовищным. А поверьте мне, ЕГЭ-2021 будет еще интереснее. Также хотел отдельно сказать об учителях. Учителя наши – герои. И именно учитель должно снова зазвучать гордо в нашей стране. Уважение к человеку труда, а педагог – это все-таки трудовая интеллигенция. Я думаю, все с этим согласятся. Снова должно звучать гордо. И что могу в этой связи сказать? Вот смотрите, конкретный пример. Учитель задает написать сочинение по русскому языку. И с утра до ночи, даже в ночные часы до глубокого ночи, до утра, ему на WhatsApp, на почту, на контакт приходят сотни сообщений. Это что такое? По какой-то писульке какой-нибудь сумасшедшей мамаши учителя можно выкинуть на улицу. Это что такое? У нас что? Учителя не люди? Кто дал право вот так вот относиться к учителю? К самой уважаемой профессии, на мой взгляд. У нас говорят о том, что заботятся о нашем здоровье. Да, вот, перевод на дистанционное обучение, говоря о том, что очень опасен ковид. Только что-то, когда у нас в табачках, в подвалах продают и травят мое поколение, о здоровье детей никто не говорит. Никто не произносит ни слова, когда я знаю адреса конкретные, где продают курительные, алкогольные, значит, продукцию. И об этом не говорит никто. Никто не говорит, когда ребенок целый день с утра до ночи сидит за компьютером, сидит скрючившись, впритык к экрану, портит как зрение, так и все остальное. Здесь врачей много, да, я так понимаю, присутствуют. И я думаю, что они сами прекрасно понимают, да, о том вреде, здоровью, который наносится. Я сейчас скажу непопулярную вещь, но мое поколение абсолютно точно умирает. Умирает. Умирает как физически, так и психически. Это первое, что хотел сказать. Именно большевики дали самую главную ценность всем без исключения. Это образование. Знания у вас не отберет никто. Можно отобрать здоровье, работу, заработок, но знания не отберет у вас никто. Так вот, именно большевики дали всем без исключения впервые в мире право на общедоступное и бесплатное образование. Только вот скажите мне, как оно сегодня реализуется, когда частные кружки и школы продолжают свою очную деятельность, а бесплатные школы для простых детей труда. Вот мой папа монтажник, моя мама по профессии биохимик. Я выходец, сын своего класса, класса пролетариев. Ответьте мне, например, на простой вопрос. Мне не нужно образование? Буду переходить к заключению. Значит, вот такую газетку очень интересную раздали нам. И тут называется «Советская Россия». Значит, я вот всей молодежи рекомендую. У нас от дистанционного обучения уже есть случаи суицидов. И вот, на мой взгляд, суицид – это самое страшное, что мы можем вообще сделать в нашей жизни, да, покончить. А ведь что значит покончить с собой? Это значит, что человека в этой жизни ничего не держит. Значит, нет ничего, что заставило бы его жить, работать, развиваться, трудиться. И что самое страшное, что сейчас не привито нашему поколению приносить пользу не себе любимому, а обществу, друг другу.